МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет, тут творожная начинка, нельзя. Нет. Ой, просыпалась. А трой, будешь рисковать? Не будешь рисковать? Нет, ты что? Творог это очень опасно. Ну, понятно, ван, когда ставлю на паузу. Ищетовую булочку. Ты слышал? Она звонит, говорит, зашли, купили просроченную булочку, снимает на камеру. Кому-то уже позвонила, видимо, высшему руководству. Ну, что, пойдем поищем. А можно узнать, вот, строгодность вот этого салата? Да, конечно. Вот 69, 999 копеек. Когда он изготовлен, ну и так далее. А вон я вижу, этикетка с обратной стороны. А, и там тоже, да? В этикетке. Что пишут? Первое. Первое-десятое. Что там? Ну, смотрим. Салат, который готов. Когда первого-десятого? Да. А срогодность длина часов, да? Нет, это такое, подождите. Это после... Срок годности 72 часа. 72 часа. Так, дождите, это нет, это если закрыто. Срок годности после вскрытия 12 часов. Вот сколько, где маркировка? Вот сколько вы его скрыли? А, ну я по этому... Давайте, давайте, покажите. Просто смотри, я обратил внимание, там вот на ценнике стоит 29-е, это, сентября. вот ценник ценник не а здесь какой написано я не вижу с такого что за оскорбление непонятно ведь какой у вас руководство у вас тот цирк что ли вы плавных вызвали девушка вы кто а чего за нахалка такая что за разговоры со всеми покупателями так общаетесь со всеми покупателями так общаетесь мы смотрим что были сроки так а вы кто покупатель представился я покупатель дальше еще надо не хочу требовать какие-то документы покупатели имеем право ну так чем проблема вы запрягаете кого-то девушка как вас зовут анастасия давайте все-таки беседа нормально не жениться смотри как-то все жестко началось давать смотреть все салаты тогда но и на полицию я у вас попросил салатик есть учет снимайте салатиками извести ну так а в чем проблема почему он какой-то минчин дайзер или кто она такая товаровед начинает команды раздавать мы че в зоопарке что или что она начальство а покупатель для вас не начальство полицию вызывай будет все вопросы решены без моего разрешения вы не имеете права как это деловая так давайте все таки мы закончим закончим давайте закончим давайте ваш руководитель а вы работники понимаю поэтому я с вами общаюсь я не общаюсь с другими работа посетителями по салату давайте решим вопрос с работным проблемам напишите на правонарушение какой там софт этого не на трассе и не мою кучу 1 2 даже почему вы можете просто далека не вижу который там нанесено все прекрасно видите как без ведомо да как без ведомо если вы обманываете так упаковано 1 10 то есть изготована 25 0 9 не могу понять изготована 22 0 9 дата вскрытия 25 0 9 строго годности 12 часов после вскрытия он просроченный спали на сколько так я поэтому говорю а мы это берем это на давайте нам еще что-нибудь это на сколько на 5 суток просрочено получается он просрочен на 4 суток вызывай полицию на 5 суток ну да однозначно без варианта раз тут показывает еще салатки нам вот этот там пусин потом страшный с рыбкой еще и балкции а ну даже курица курица вообще страшная вещь просрочена ну показываете две этикетки да тут даже две этикетки сейчас будем сравнить какая-то написано так дата вскрытие упаковки 6 0 9 срок годности после вскрытия упаковки 12 часов это чё не 6 числа торгуешь не могу понять изготовлено 1 0 9 а здесь что нам маркировки на маркировку смотрят а 29 0 9 по 29 0 9 я очень не понимаю снимай две маркировки будет заблуждение чтобы не подлежит реализации это что-то страшное вообще происходит чем две маркировки я не видел не две маркировки причем написано что изготовлено вот одна маркировка замечательно так винегрет а вот здесь готовлю на первого числа первого изготовлена а дата вскрытия могу понять после вскрытия 12 часов а дата вскрытия нет времени вскрытия нет но считать с пяти часов плюс 12 но она еще 7 до 3 а подожди 3 же господи там любовь очень верно в крыше получается что да тихо 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 ручки убрала убрала ручки расслабилась расслабилась руки убрала руки убрала девочка дома будешь так с мужем уже тискать дома поняла я поняла разбираться будешь с мужем дома под одеялом еще вообще есть будет когда-нибудь ну правильно продаж не подлежать несколько суток просрочены конечно не подлежат двое суток просрока один на двое суток другой на неделю какой цели вы снимаете салаты то есть вы признаете что они просрочены или нет мы покажем сотруднику полиции разбираться на твой руководитель на твой руководитель мы ему не подчиняем своему руководителю поняла девочка а как с тобой разговаривать это 5 москву надо только на никого еще 37 тут вообще куплено просрочка и салаты просрочены от 3 до 4 недели на реализации или вы нам объясните в любом случае мы вот часть сняли то есть нам участковый 100% то есть вы еще не на работе еще пытается выхватить вы где-то там ну на камеру все это есть вы можете даже выхватить главное что будет зафиксировано вот отдельная история уже здесь по процессу отказываться не будем спасибо ну что-то вообще неадекватные работают неадекватные вы пришли с камерами а мы не можем приходить с камерами сиди дома ведь это мы пришли ли к но кто-то беременная почему ты называешь покупателя что я с тобой разговариваю тыкай тыкать знаешь кто и где на себя посмотри посмотри это мординг сними покажи я не могу мы по стандартам должны работать так одень на нас тогда чтобы нос твой не видеть такой длинный а вот поэтому и сует нос везде слишком длинный нос слишком много вы пришли сюда это на себя посмотри покупатели пришли в магазин купить я хочу и тыкай а кто ты такая чтобы мне там укажут тыкать не тыкать и иди вон хочешь иди воспитатель им работай и там воспитывай детей слушай фиксик куда на кексик я попробую покажи что он просрочен до 3 числа сегодня 3 ну на перекуси сегодня последний день точнее первый день просрочки поэтому думаю что не отравится ну я надеюсь и море кексик да а там смотрю понимал бы салат и начинает убирать просрочно не ну странная как бы философия салат не просроченный но складажу убери это мы еще как бы весь товар другой не смотрели ну что могу салат ну что сухухие дорога понятно а чё тут сыр и двух смотреть мне кажется да только не все здесь так гладко у них у них сыры наверняка просроченный по даке реализации сурочек а лучше два а лучше все сразу же время вот эти два и большой нет нет вот лучше вот вот эти вот это да вот этот и второй и вот этот большой который вот вот лежит ближе ко мне ближе ко мне вот это сейчас сейчас нам дадут ух ты ух ты ух ты ух ты ух ты ух ты упакована 18.09 даже если считать их по их маркировке сургодности после скрытия 4 суток то оно просрочно первое число было последний день ничего не третье ну на самом деле 12 часов для реализации даже даже по их здесь тоже самый сурочек упакованный 22 12 часов то есть два утра двадцать минуту а вы нам еще не дадите вот эти все три что будем сыры снимать а так давайте все снимем и магазин закроем пока не научитесь торговать было бы как было бы как столярусе вы нарушаете закон кто такой чтобы давать такие указания заявления руководитель паскар приезжает и будем беседовать не имея не имеет права у меня что-то требовать у тебя ничего не требует они пролок попросим с ответом не мне не отдавать то есть вы отказываете в обслуживании а он мне говорит вы отказываете вы отказываете передачи на письмо заявление передайте ну так давайте мне обслуживайте мне но мы это салатина смотрели по своим сейчас колбасу мы посмотрим на вас будет написано заявление там что по 30 до 50 тысяч Магазин от 300 до 500 тысяч, недовременно. Мы хотим ознакомиться с товаром, мы можем это сделать, правильно? А штрафуют-то вас, понимаете? Причем тут мы должны посмотреть свежесть. Ну ничего не надо, спасибо. Он забрал целую голову и... Мы не забрали голову. Сыр, ну так у вас сыр. Так, что-то у нас по курочки. Где не знаю, все-таки по курочке, по мясу пройдемся. Нет, пока мне делать сурочку. А ты сурочу не это не весь взял. Ну давай. И вот этот сыр, он проплюшен не всегда. Да, вот эти два и большие. Света ничего, никому не давали. Страв будет ей. Ну так вы подожди, вы говорите, что... Не отказывать обслуживанию, сами говорите, ничего не делали. Давайте, давайте, девушка, давайте. Ну вам нужно свои зарплаты платить штраф. Ну смотрите сами. Смотрите, ваша обязанность нас обслужить, правильно? Все, мы даем, даете, мы ознакомимся с сырами. Товар. Нет, они подходят к гастрономии. Дайте мне подвал. Здесь упакован на 2-го в 17-го, то есть 12-го прошло. Он полголовы взял мне. Вот он захотел полголовы как покупать. Ну, как он проплюшен, а почему не могу взять? Так, и тоже это голова, и вот эти два сыра. Она все взвешена, не переживает. Три даже, три куска. Так он взвешен. Он взвешен, она проплюшена. Они все проплюшены. Ну а как она может не дать, не обслужить? Штраф-то ей платить, не вам. Ну да. Сейчас пойдем на карту. Вот плюшка стоит на нем, все нормально. Взвешивать все, все. Да. Она взвешена. Вы хотите обмануть потребителя новых плюшек? Взвешивать. Она проплюшена. Может быть вес другой. Да, он просто будет 4 килограмма. Взвешивай. Ну давай здесь, хорошо. Мы зафиксируем, что он лежит давно здесь. Посмотрим, что у них будет на весах. Будет ли отличаться маркировка, которая уже имеется, от той маркировки, которая сейчас приликает? Ну и вес, соответственно, цена и так далее. Угу. А вы кем работаете? Товароведом? Знаний ноль. Вам надо дворник, ой, угорщицы идти. У вас знаний ноль. У вас знаний ноль. Как попугай. Как попугай по телефону. Они вот это. Я с руководителем с ним разговариваю. Ну я понимаю, что вы с руководителем. Пусть бы он приехал и сам. Он сейчас и приедет. Ага. Ну давайте. Может хоть раз. А хотя нет. Если он вам советует что-то нам препятствовать, то это тоже такой же руководитель. Женщина все нормально, со здоровьем там. Что-то мне кажется, она немножко переживает. Так. Конечно переживает, пошли напугали. Нам еще не надо успокоить, женщина. Вы еще нормально себя чувствуете? Вот там выборок только не падает? Да, да, да. Если вы плохо себя чувствуете, сядьте посидите. Мы подождем. Мы подождем. Так. Еще не хватало вашей работы от испуга сознания. Теперь мне вот, пожалуйста, дайте посмотреть. Вы здесь, да? Где маркировка, которую приклеили только что? А, то есть она сверху. А зачем вы наверх налепили? Да. Это у вас теперь что? Двойная маркировка получается? Нет. Ну, сейчас... Зачем вы наклеили? Да, давай. Давай прямо сейчас проверим. Давай, проверим. Аккуратно, чтобы не порвало. Давай сначала зафиксирую, что тут четко написано. Ага, третье число. Вот сейчас упаковано. Ну, тут информация. Подари, подари. Подари, сверху должна быть информация. У них же срок угодности. Это понятно. Срок угодности после вскрытия упаковки 14 суток. То есть у них нет здесь срок вскрытия. А дата вскрытия головы как раз вот находится под этой маркировочкой. Это вот дата вскрытия головы. Она 18-го. То есть ее вскрыли. Подари, что здесь за цена? Так, упаковано. Вес 400. А там какой вес? 18-го, 09-го, 22-го? Это вскрыли. Это не вскрыли голову. Упаковано. Ну, понятно. Ну, вскрыли. Так, срок угодности после вскрытия упаковки 14 суток. Просрочены. На новый суток. Так, а сейчас у них стала вот снова этикеточка. Стало свежее. Стало свежее, да? Ну, вчера она стала свежее, да. Так вот зачем-то они их сверху наклеивают, да? Ну, понятно, что вскрыли. Очень интересно. Здесь цена такая, здесь уже дорога. А вот они как сейчас меняют. А, у вас как на бирже, да? Ну, вот так вот меняют. 18-го, 17-го, 14-го. Первого числа был последний срок годности. Первого. Все не третий. Хорошо. Вы это обучающийся виде, да? Я думаю, не зайдите, покажете мне вехать. А, ну понятно. Просто вот-вот-вот. Да вы потом увидите, можете доназать мне, наверное. Вот это. А, знаете мне, пожалуйста. А, ну все прекрасно. Владимир Владимирович, посмотрите, лежит рыбка на реализации. Без какой-либо маркировки. Ну, годится. Когда она успакована, когда она изготовлена. Это как? То есть оно у вас лежит неделю. Человек подошел, взял, и вы свеженькую маркировочку запекали, да? Так? Правильно? Да. Ты смотри, они все снимают. Они маркируют. Денис, давай вот это объяснять будем, уже руководителю, который приедет. Это бесполезно. Я думаю, нет смысла сейчас объяснять товароведу, который, ну, вообще ничего не знает. Вы это дадите оставшийся или нет? Мы это приобретем. Руководитель приедет, нас напугает, мы испугаемся. Обязательно приобретите. И купим. А вот, который нарезанный. Этот? Этот ближе к вам, который и вот этот. Вы так не переживайте, ничего сразу же не происходит. Вот, да, вот эти и вот этот тоже. Вот, которые разрезаны. В лучшем случае приедет руководитель, признает правонарушение, извинится, пообещает исправиться, и мы отменим сотрудников полиции. Если он, ну, неадекватный, ну, оформит тогда магазин на 300 тысяч штрафов. Без права. Так, вот. Так. А можно мне еще вот эту палочку купить? Да, да. Видите, адекватный человек понимает, что абсурд нельзя сказать. Вот. Вот палочка, которая вот ценник, вот она бумажки обернута. Да, да, да. Можно посмотреть? Просто посмотрю, вы маркируете. Так, срок реализации у нее 12 часов. Также это весь особый скоропорт. И здесь самое интересное. Она скрыта 26.09. Срок годности. После вскрытия 72 часа. Ну, тоже просрочно даже по их маркировке. Так, 28 числа был последний. 28-го. Это вообще ни в какие ворота. Вот мне говорили, что здесь очень помойный магазин, но это просто жесть. А пишет, что срок годности 4 месяца. Они, наверное, на это ориентируются, чтобы он 4 месяца. То, что он 4 месяца срок годности, когда он в вакууме. Ну, либо не в вакууме, если в пленке. Без вскрытия упаковки. А вот еще кусочек, дайте, пожалуйста. Вот рядом тоже лежит, а я его как-то не заметил. Да, вот это. Ну, просто давайте, не надо обертывать. Ну, тоже самое. Это ведется с одной палочки. Просто разрезали. 28-го часа. Короче, я понял, все, что в нарезке у них, у них все просрочено. Так, а может у них еще какая-нибудь нарезочка есть? Здесь вроде бы все. Так, здесь все вакуумно, да? Ну, либо вакуумно, либо в пленочке. Так, а здесь что у нас? Вот, наверное, попросить надо информацию на мясо, что ли? А у вас есть информация о маркиражных журналах? Когда вот это мясо? Какой срок у него годности? Мне вот этот кусок не нравится. Он какой-то сверху. Как синеватенький такой. Не, ну, маркировка должна быть вот здесь. Перед глазами потребителя, а не какой-то журнал маркиражный. Они ничего не готовят. А, они три разъезжают и выставляют сюда. Что? Мне не ослышалось. То есть вы скрываете заводскую упаковку и выкладываете сюда? Нет, там они приходят большими брикетами. Там больше килограмма они могут. Да, там килограмм действие. То есть они вот эти, которые поштучно продаются. Но здесь должна быть сама маркировка здесь находиться. Ну, конечно, здесь. Не там. Ну, хорошо. Каким образом вы сейчас эту маркировку к этой курице сделаете? Это не так. Где в другом. Когда вы вскрыли упаковку? Карбонат. Вот этот сегодня вскрыл. Как это узнать? Вот я ее ищу, потому что я ее отрезаю. А, нет. Вы ее отрезали. Понятно. Мы вам не верим. Она же изготовлена более поздним сроком, да? То есть я уже в дня три-четыре, правильно? Пять суток там. В общем, прошло пять. Вы не переживали. Вы не волнуетесь. Может, вы сядете, посидите. Что-то вам я смотрю совсем нехорошо. Все, все. Отдохните. Давай лучше, да. Я просто смотрю, переживаю. Это не сильно. Все, этому в другой раз. Что-то тяжело. Да, вам спасибо большое. Вы не нервничаете. Все будет нормально. Вы хороший работник. Я вижу, что, ну, все с вашей стороны хорошо. А то, что руководители у вас на куролесе, это вы уже отдельная история. Не переживайте. Все будет нормально. Вам, у вас точно будет все хорошо. Все-то, что-то слишком вот так. Ну, в принципе, на то, что вот такого я, честно говоря, даже в том магните не видимо. Чтобы настолько... Вот, извиняюсь, я перебью. Когда, как мы отреагировали, да? Просто на нас отреагировал вот этот товаровед. Да. Ну, просто, ну, мы обязаны были уже на, ну, реакцию проявить на то, что мы к лову к ней пришли и так далее. Ну, теперь будем смотреть, кто за словами будет. Так, ну что, нужно что-нибудь еще пойти посмотреть? Владимир Ильич. Ты полицию-то вызвал? Да. Все. Участкового? Да. А они полицию вызвал. Мне надо, что, с кумулятор применять? Мне вот это... Здравствуйте. Вы руководитель? А, Денис, давай-то объясняю, а я потом сейчас отключусь. Мы вас не снимаем. Мы фиксируем правонарушения, правонарушения для сотрудников полиции, которые сейчас приезжают. Не успел я поменять аккумуляторам. Придется так. Вас как зовут? Раиса Анатольевна. Раиса Анатольевна. Вы директор? А, директор. А что, сразу-то мне вышли? Или вас не было на месте? А, то есть она с вами советовалась, вы давали рекомендации нас не обслуживать, правильно? Нет, конечно. Ну, то есть это ее инициатива, верно? Я не слышала происходящее у вас. Так, а кому же она звонила? Какому-то руководителю, передавала все, что мы здесь сделаем. Не вам? А, то есть она даже не вам звонила. Денис, переходи к существу. Может еще кто-то еще руководителю? Существу переходи к вопросу. Ну, смотрите, во-первых, я у вас купил просроченную булочку, еще мы нашли еще одну просроченную, потом спокойно, потом общались, вышла ваша вот эта… Я вышла спокойно. Неизвестно, кто сказал, что мы клоуны. Я не так сказала. Вот, и мы уже стали смотреть все конкретно. Салат у вас просрочен на несколько дней, эта просроченная, эта до 28-го включительно, колбаска. Нет, туда не надо, вы не на тот ценник смотришь. Вы смотрите на… Я смотрю на сроки годности. Вот срок годности на данный момент. Что там написано? Я на просроченную. Он упакован? 22-й. Он упакован целая, целая голову, вы видите, нет? Раиса. Ну, подскажите мне, то есть вы считаете, что этот кусок сыра, он свежий? Правильно? А он в сроках? Да, свежий. Вы все-таки Раисе не тут долго занимаетесь? Хорошо. Вам нельзя здесь находиться? Если вы… Где это узнаете? Сырка. Сыр… 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 Докажите. Докажете? Я думаю, что нет. Конечно, такого. Конечно, нет. Ну, давайте. Здесь может закажете что-нибудь. Ну, тут можно и тот и тот посмотреть, без разницы. Ну, и что там написано? Когда он скрыт? Да. 20 какого-то? Ну, что с колбаской не так? Давайте посмотрим. Вот он. На че они посмотрели? Потому что… Вот маркировка. Ну… Ну… А так что не так-то? Маркировку выкинули. Да, почему вы выкинули? Ничего не выкинули. Вот у вас маркировка. Это не… Подождите, подождите. Вы его скрыли 25-го, 09-го. Срок реализации особого скоропорта 12 часов. Сырока пчелная колбаса не является особой. Да что вы говорите. Хорошо. Пусть даже будет, по вашему мнению, так. Срок годности после вскрытия 72 часа. Да? Считаем. 27, 28, 29, 31, в 10.47 он сдох, этот кусок. Но почему он до сих пор стоит на реализации? Про срок на двое суток. Или вы будете говорить, что он 4 месяца будет? Там тоже самое. Давайте с сырами разберемся. Но сыр-то особый скоропорт, или вы будете отрицать? Срок реализации сыра способного 12 часов. Можете зайти на сайт Роспотребнадзора и почитать разъяснение Верховного Суда, что срок годности не может приезжать срок реализации. Вы должны нарезать такое количество сыра, которое вы можете реализовать. Не продавайте его в течение дня, но не более 12 часов. После этого только утилизация, без возможности добавления собственного производства. Упаковано 22.09. Сегодня у нас 3.10. 12 часов давно иссекли. Согласна? У вас даже где-то кусочек сыра был. Мы же сыр заспорили, Владимир Владимирович. Да. Какое-то, по-моему, 16 или какое-то число-то. Это много чего поможет? Денис, это приведи к тому, в чем мы предлагаем, чтобы не тратить ни ваше, ни наше время, ни сотрудников полиции. Если признают, мы придем с проверочкой через сколько-то дней, сколько конкретно не будем говорить. И, ну, сделаем. Ну, то есть вы это все сейчас при нас возьмете княждумы. Да. А, то есть, вот эта дама не нравится. Денис, давай, 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 это, да. За финал. Вы просто пришли, а скажите, не надо. Как вас? Ты смотри, ты нас сейчас сниму тоже фиксируем. Денис, просьба, сделай паузу. Как вас зовут? Рейса Анатольевна. Рейса Анатольевна, давайте я вам просто коротко объясню Мамай и Владимир Владимирович. Значит, суть наша... Мамай и Владимир Владимирович, Кирилл и Мамай. Покупатели. Ну, обычно покупатели, ничем не отличаются от других людей. Значит, смотрите, я вам в двух словах объясняю. Мы выявляем просрочку в различных магазинах. Это не значит, что мы как-то предвзяты к вашему магазину или к кому-либо другому. Обнаружили просрочку, делаем, так называемое, первое предупреждение. Без вызова полиции. Как правило, во всех магазинах мы так делаем. Вот соседний магазин, пятерочка, сейчас мы оттуда. Там на видеокамеру сотрудники магазина признали правонарушение. Мы отменили вызов полиции. Все, пообещали исправиться. Завтра, послезавтра придем проверим. Значит, то же самое мы просим от вас, чтобы вы признали правонарушение. Раз. Второе. Вы извинились перед социальными покупателями, которые, возможно, купили, либо могли бы купить. И третье. Пообещали устранить данное правонарушение. Что когда мы к вам сюда придем, этого замечания больше не будет. Женщик, я прошу. Вы, если на это готовы, то мы это сейчас фиксируем. Естественно, мы это выложим в социальные сети, что магазин, вот, ну, есть нарушения, везде они есть. Будем, как бы, числы перед собой, везде нарушают. Ну, в разных магазинах руководство ведет себя по-разному. Кто-то признает и справляется, кто-то не признает и не справляется. Хотелось бы понять... Пятерочки, выходите, ребята, там полмагазина нет, пятерочки вот. Мы только что. Только что. Спасибо. То есть, если вы признаете, мы так лайтово проводим сегодняшнюю проверку. Если нет, естественно, мы сейчас дозираемся участкового. Производится, скажем так, фиксация, актам осмотра. Дальше передается материал в Роспотребнадзор. Ну, соответственно, если они нормально отработают, а я надеюсь, они нормально отработают, мы предоставим видео-аудиоматериал. И вас привлекут в магазин, име имеется в виду, к штрафу. 300 тысяч рублей. Ну, и, соответственно, это сейчас все так же будет утилизировано, либо передано на ответственное хранение. Какой у вас вариант больше устраивает? Первый вариант с вызовом полиции. Второй вариант без вызова полиции. Без вызова полиции, это значит, вы сейчас на видео признаете правонарушение. Раз. Извиняйтесь перед подкупателями. Два. И обещайте устранить замечания на будущее. Давайте так, если ко мне придет проверка Роспотребнадзора, они не будут либо перед, как у меня, извиняешься на камеру перед покупателем. То есть устранить замечания, да. Хорошо, можете не извиняться. Хорошо, тогда... Денис, я закончу, не надо, давай. Смотрите, это как бы просто по-человечески просим. Да, вы не обязаны извиняться. Но вы в любом случае, извиняясь, себя, мне кажется, со своей точки зрения, морально приподнимите пред подкупателями. Нет, я думаю, что когда я извиняюсь, и вы такое требование выдвигаете, вы чуть-чуть пытаетесь унизить. Хорошо, снимаем. Хорошо, нет, если вы так считаете, ради бога. Я убираю это требование. Значит, первое, признать, второе, устранить. Готовы? Утилизировать. При нас куда-нибудь. Приздаете данное правонарушение? На реализацию поставят. В полном объеме? Значит, с вами в камере. Хорошо. К нам претензии есть какие-нибудь? Да, ну, какие-нибудь нет. Готовы при нас утилизировать? При нас мы куда-то тянем. Ну, простым способом поднять там, не знаю, просто чтобы мы были уверены, что оно не будет выложено повторно, когда мы сейчас выйдем за паром. Можно взять, можно я скажу, можно взять мешочек, снять вот эту упаковочку. По ней вы спокойненько спешите. Срочек кинуть туда, колбаску кинуть, а этим засыпать. И все. Две минуты, подождите. Хорошо, спасибо. Я просто пытался вставить разговор, а то это вещь конкретную. Вам, Владимир Владимирович, прицените, нет, наверное, ко мне есть. Нет никому претензий, но главное, вы жрать денег не забудь получить. Нет, конечно. Там в Росгвардии куплено приехало. А, приехал? Да. Ну, в Росгвардии, она-то останет. А что вы не встречаете Росгвардию? Вы же вызвали. Или ложный вызов. Вон они ходят уже. В магазин, конечно. Они боятся на камеру сюда подойти. Почему? Ну, наверное, как вы, такие же. Я не подошла. Не острые, наверное, такие же, как вы. Да нет, я не боюсь на камеру подойти. Я просто не хочу, чтобы меня снимали, чтобы вы ведома. Как же без вашего ведома? Вы все это видны. Вы пытаетесь накрутить подписчиков, но вас-то никак не выйдет. Она вас в YouTube канал. Она не выйдет. Смотри, что-то как-то быстро. Она даже узнает. Смотрит, смотрит, конечно. Смотрит и ничего не меняет. У самих семей. Не знаю, я за две недели больше тысячи подписчиков. Да, даже меня обогнал. Я говорил, что мама их Владимир Владимировича перегонит. Ну, так и должно быть. Где они ходят? Ну, он только что проходил, убежал. Без ведома. Это если мы сзади, втихаря будем вас снимать. Без ведома. Так, ладно, я ставлю. А вы все прекрасно видите. Еще еще. Чего не выкладывать вас? Да. Сегодня будете на YouTube. Прям сегодня. Я тебе ссылку смотрю. А вот девушка смотрит наш канал. Да, делает меня на YouTube. Откуда вы ссылку можете? Я не разрешил конвенцию, который в Анфисе. Да. Разговорает человек. Давайте выслушать. Ну, я слышу. Замечательно. Я не разрешала выкладывать себя на куда. А моим видео вы имеете право выложить только с моего разрешения. Опять же, законно. Насколько я знаю. А это мы все сейчас пойдем с вами спешим. А, ну пойдемте. Сюда идите-то? Если вы сегодня выложите видео в YouTube, так мы напишем заявление обе. Пишите. Молодцы. Хорошо. Над вами все посмеются. Главное, чтобы обе это было. Главное, чтобы вы нас не обманули. Чтобы вы действительно напишете. Да, друзья, смотрите, она до сих пор на нами смеется. Посмотрим, как над вами будет спеляться. Посмотрим. Да, посмотрим, посмотрим. Взрослый вроде. Ну, вот я говорю, вроде взрослый. Дайте вроде девочка. А все никак. Мешочек, мешочек. Надо мешочек. Мешочек, вы как? Там нужен мешок, чтобы все это выложить. Просто вы сейчас вот это списываете, это неинтересно. Вы как? Согласны мешок? Все это кинуть? Большая. Выкинем этот рептал? Денис, когда полицию отстану. Ну, пока еще нет. Я еще ничего отмечать не буду, пока это все не утилизируется. А скидки в весе не будет? Ну, такой мешок будете складывать или не будете? Сейчас вы все увидите, мужчина, не расстраивайся. Мне надо мешок, но я по-другому не интересен. Что, мне это мешок? Да сейчас мы уберем все в мешок, пусть не плачет. Да, не плачет. Не плачет. Она говорит, не плачет. Ну, хайпанули, детки. Это директор же говорит, пусть не плачет. Пусть не плачет, да. Не знаю, надо сейчас быть рыбонькой, паненькой, нет, сыро хамит, а грызается. Да, да, виновата, все равно грызается. Вставайте, сыр? Я не... Сыр взвешен, не надо сыр. Нет, там... Мне нужен точный вес. Вот точный вес, вот сейчас только что взвесили при нас. Вот только что взвесили. Так только что взвесили. Все фиксируется на видео сайт. Будут себя вести неадекватно, даже если что у вас все было. Вы еще ждете этого, что кто-нибудь вел себя неадекватно. Ну, вы вначале вроде себя так вивели. Да нет. Да сейчас вы немножко успокоились. Да нет вроде. Так, сейчас вы все не успокоились. Вы, наверное, в TikTok, да, снимаете видео? Ой, вы даже не знаете, на что вы так вставили. Ага. Ну, так скажите, мы подпишемся. Интересно, вы какую-то другую тематику выбрали, уже неинтересно. Я... Ну, так когда вы помойку превратите... Халат, пожалуйста. Что, и зачем он мне? Не, даете. Настя, стачки не дают? Мне дают волны салат, нормально. Пока только надо. Ну, вы же людей за свиней считаете, значит, сами такие. Вот сами ешьте свою помойку. Раз вы еще не салат на несколько суток. Люди за свиней считаете вы здесь? Настя... Ну, если вы этим пытаетесь... Ну, а как, я что, неправильно сказал? Что мне неправду сказал? Салаты просрочены на несколько суток. Свет, подержи. В чем проблема? Самое интересное, они потом будут писать комментарии, чтобы их хамы, понимаешь? Мы из комментариев не будем. Есть другие люди, которые будут этим заниматься. А, ваши сожители, да? Нет, 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 нет. Сожители. Сожители. Другие люди есть какие-то будут писатели. Ну, когда у вас будет порядок, почему вот в росте... Денис, да, сколько ты, слушай, голубой 27? Идеальный магазин. Идеально. А вас какая тема интересует? Странно. Ну, так выходите, чтобы я поменял тему там какую-то. Я вообще на вас скажу, ты все равно. Вы просто смешные ходите, как... Да, к вас смейте. Так вы должны... Не смейся, что-то осмотрю, ты как-то взгрустнулась немножко, нет? Должна была быть. Я, на вы, не переходил с тобой. А что, чтобы мне тыкать? Я? Владимир Владимирович покупатель. Он самый, да. Причем покупатель. А ты у нас товаровер. Я не знаю, что вы снимаете мне незаконно, я оскорбляю. Пишите, пишите. Как тебя оскорбили, деточка? Деточка, что ты взял, не знаю. Да, бабушка. Ну, наверное, бабушка ее надо называть. Она девушкой, говорит, обижаешь, что ее девушкой называют. Деточкой обижается, бабушкой. Будем бабушкой называть. Бабушка устроит? Молчит. И бабушка не устроит. Если вам смешно, должны были выйти на позитиве, радостный. Нет, я просто немножко удивилась, что вы пришли так. Ну, а куда? Как она мне прийти? Веди по нас, пожалуйста. Там магните на энергозерке тоже очень смеются. Три телеги у них говна поснимали в последний раз. А еще придем? А еще сыр не заметил. Ну, ладно, если в другой раз. Нет, ну я находился в 100%. Я так понял, вы же пообещали, что устраните? Просто я не услышал вот этого. Я, кажется, пересмотрю за... Я тоже не помню. Раиса, да, как хочется? Раиса Анатольевна, вы пообещали, что завтра устраните? Ну, завтра не будет замечаний. Там еще интересно, у них рыбка, она даже у них не числится. Ой, я сейчас начну напрягаться и нервничать. Почему я 10 раз повторяю один и тот же вопрос? Раиса Анатольевна, я с вами разговариваю. Радиус очень внимательный случай. Задаю еще раз вопрос. Вы завтра устраните эти замечания, да или нет? Да. Боже мой, как же тяжко от вас получить информацию? Что на маркировке, что устно? Я вас ловлю на слово и завтра проверим. Возможно, послезавтра. Ой, можно послезавтра? Нет. А как обосады, что у нас взвешенная? Взвешенная, конечно. Знаешь, что у вас в тюрьме есть? Так и маленькие сыры тоже взвешены. На, сейчас. Кое-что забыли, то, что обещали, по поводу мешочков. Принеси мешок. Все, есть, наверное? Да, нет. Да. Нет, для мусора принесите мешок. Объем. Там, вот. Объем, все много текло. А вот, вот, есть. Денис, прямо здесь, на дороге, вот это все, в сыр. Подожди, 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 подожди. Сейчас, он нашел. Это салат и туда-сюда. Конечно, конечно. Да ничего, ты как раз, катай, катай, тележка. Придел, что он с плесенью. Ага. Он у нас цирк даже с плесенью уже. Видите, что цирк и с плесенью. Нет, там не было, не может, чем-то. Так, скидай. Может, мне все равно подожди? Не знаю. Как вы это делаете? Ну, летел в свободном полете. Вот, смотри, какой замечательный, сурочек, возьми, займи. Ну, да. Покажите, покажите, пожалуйста. Ага, спасибо. Хороший, да? Отлично. Супер. Ну, вот тоже белый весь. Ну, понятно, понятно. Вот здесь, поскольку, давно уже. Ну, в принципе, я думаю, что достаточно. Ну, нет, спасибо. Ну, почему, для хайпа можно исходить. Ой, ну иди сюда. Пойдем, исходим? Конечно, исходим. Ну, давайте сегодня. Отходите, магазин. А, то есть, вот так даже, да? Конечно. Мне еще возврат. Мне нужен возврат за просроченную, купленную продукцию. Да, нам надо денежку. Пойдемте. Чек, пожалуйста. Пойдем, да. Вот вы вдруг убежите с моим чеком. А то у вас все можно ожидать. У вас карта наличная была? Карта. Вот, да, это карта уже забыли. Так. Где мой главар? Карта. Как-то не работает. Карта, чек ладок не закладывается. Вот, я вот подарочек. У вас чек? А что вы, смяли весь мой чек? Я могу вам товарный дать, где я просто купил. Товарный? Пойдем товарный чек? А что это вы в графике сохраняете, пока уступление денег не будет? Чек, товарный чек-то выпишите. Смотри, что сделали с нашим чеком. Сделали что-то товарный чек? Что с товарным чеком сделать? А зачем тебе товарный чек? Ну, будет, будет. Да, веселый очень магазин. Очень забавный, надо позвонить, отказаться. Спасибо.